Приходится отвечать неоднократно на такой вопрос, что храм Георгиевский станет музеем. Храм Георгиевский никогда музеем не станет. Поэтому эти слухи неизвестно, откуда они рождаются. Здесь также продолжатся богослужения, будут также здесь крестить и венчать. Только во время праздничных богослужений службы будут возможны или разделены. Может быть ранее здесь будут литургии проходить. Позднее в новом храме, на Пасху в новом храме, потому что там помещается большее количество прихожан. Поэтому никакого музея не будет. Поэтому наоборот, и мы видим святейший патриарх и владыки на местах, они наоборот просят, чтобы музей освободили для того, чтобы в храме совершалось богослужение. То есть совершалось богослужение. Для чего вообще строился храм? Для богослужения. Поэтому закрыть храм и сделать его в музее, это вообще какой-то будет нонсенс. Если это еще будет со стороны священников, это вообще будет какое-то посмешище. Поэтому это ложь и какие-то слухи. Поэтому здесь продолжится богослужение. Конечно, даст Бог в наших планах, что когда храм построится, то мы, конечно, хотим Георгиевский закрыть на такую капитальную реставрацию. Потому что где-то там подгнили и нижние бревна, и фундамент надо укреплять, и крышу надо перекрывать, и красить уже там его надо будет. Поэтому мы максимально приложим с Божьей помощью усилия, чтобы сохранить Георгиевский храм во всем его благолепии. Поэтому, ну а богослужения здесь не прекратятся. Они будут здесь проходить. Как вот кто бывал в Троице Сергиево-Лавре, там много храмов. И первый храм, да, это Троицкий собор. Не значит, что там Успенский потом построили, а Троицкий закрылся. И есть комплексы такие храмовые, где несколько храмов стоит, да, и совершается. Да, богослужение просто распределено по разным храмам. Также здесь будет богослужение распределено по храмам.